Привет! Активно занимаясь репетиторством по математике с седьмыми классами, я заметил одну такую общую черту. Я увидел, какая самая большая беда всех семиклассников. Это потерянные знаки. Когда они считают, что-то вычисляют, минусы... В 90% случаев у всех куда-то теряются, теряются. Потом я заметил, что у шестиклассников такая же беда. А вот у пятиклассников примерно такой беды нет, потому что они просто отрицательные числа, еще не проходят. И когда я занимался с девочкой пятого класса, я понял, вот почему такая проблема очень часто у всех семиклассников. Потому что до пятого, до шестого класса, включая пятый класс, детям усердно объясняли, что все числа существуют сами по себе без знаков. Например, пять числов, шесть числов. И они очень удачно уживали своих мыслей без знаков. Потом появляются какие-то знаки, как-то еще бывают минусы. И возникает такая проблема. Числа, оказывается, были без знаков, а теперь они со знаками. Поэтому они все время... Вместе они как-то плохо уживаются, поэтому они часто теряются. И поэтому приходится детям объяснять, как-то в понимании, вживлять, что числа без знаков не существует в принципе. Что числа, они как белки. Они такие, чего? Объясняю. Вот есть, например, порода собаки, боксер. Эти собаки в принципе живут без хвостов или с очень маленьким, коротеньким хвостиком. Хотя в детстве они все рождаются с хвостами. Просто им обрубают, и они в принципе неплохо так и живут. Порода такая. А вот белки без хвостов жить не могут. Если им хвост обрубить, они не смогут прыгать и скакать по веткам, балансировать. Потому что хвост именно для этого им нужен. Для балансировки, для устойчивости, для равновесия. Так вот я говорю детям. Числа не как белки. Как белки не могут жить без хвостов, так числа не могут жить без знаков. Просто не могут. Поэтому, чтобы решить эту проблему, эту беду всех семиклассников, нужно вот как-то там в уме прочно сживить числа и знаки, что они живут в себе вместе. Числа решаются, а знаки забываются. До пятого класса числа жили сами по себе. Поэтому потом появились знаки, и они как-то вот вместе не уживаются. Вот такая беда всех семиклассников. Ну, как ее решить, вы тоже теперь знаете. Спасибо.